Лента цвета пороха и пламени. Символ отваги, мужества и благородства. В преддверии Дня Победы банты из Георгиевской ленты прикрепляют к одежде многие. Как символ и дань памяти тем, кто пал. Тем, кто сделал все для фронта. За две предпраздничные недели жителям Мордовии раздадут более 60 километров ленты. Ответственная миссия поручена подрастающему поколению не случайно. Это прежде всего связано с военно-патриотическим испытанием граждан нашего молодого поколения, которые должны почувствовать вот эту Георгиевскую ленту как символ победы, как символ героизма. И вот эти долгие 73 года, чтобы соединили наших солдат-офицеров, которые отдали свою жизнь за победу в Великой Отечественной войне, и наше молодое поколение, чтобы привыкало и гордилось их им подвигом. Волонтерами станут более двух тысяч школьников и юно-армейцев Саранска. Одна из них – Катя Алексашина. Для девочки двухцветный кусочек материи – прежде всего память о родных прабабушке и прадедушке, которые воевали на фронтах войны. Есть предки, которые воевали. Нет такой семьи, где непамятен был бы свой герой. Георгиевская ленточка – это очень важная акция. Она напоминает нам о том, что нужно помнить, во-первых, Великую Отечественную войну, и вообще любую войну. И Георгиевскую ленточку мы носим около сердца, как дань уважения тем, кто воевал, тем, кто отстаивал нашу Родину за наше мирное небо над головой. Масштаб акции с каждым годом набирает оборот. А количество ленточек, распространенных в преддверии праздника, растет. Их будут раздавать вплоть до 9 мая. Кроме того, ребята расскажут о некоторых обязательных правилах ношения символа Великой Победы. Организаторы акции уверены – ленточек хватит абсолютно всем желающим. Валерия Никитина, Станислав Семин. Народные новости.